Я была такой же, как вы. Доверчивая, легкомысленная и беззащитная. Но всё изменилось 12 часов назад. Как вот кинозрителю, мне кажется, это довольно такой средний фильм. Не самый лучший фильм Люка Бессона. Люди используют лишь 10% своего мозга. Но! Только представьте, если бы нам были доступны все 100%. Мозг работает на 100%. Всегда. Но сделать его работу оптимальной – это вот уже задача каждого отдельного человека. Кем мы могли бы стать? Главное, что мы не можем использовать мозг полностью, просто потому, что не обучены это делать. Ну, например, скажем, кто-то там, школьник решает задачку перемножить два трехзначных числа. Он где-то делает в столбике очень долго и так далее. Потому что его научили вот таким правилам. А кто-то делает какими-то другими правилами, делает быстро. Он научился. Профессор Норман, я просмотрела ваше исследование. Немного поверхностно, но вы, наверное, будете. Благодарю. Насколько профессор Норман из этого фильма действительно прав в своей теории, которую он, как он говорит, разрабатывал 20 лет по поводу того, что раскрывая те возможности, которые в нем заложены на 20, 40, 60%, мозг может переходить прямо-таки к мистическим действиям, управлять материей, ну, например, гравитацией. У меня открылись невероятные способности. Обострились чувства. Я могу управлять материей. Поразительно. Ну, это как-то немножко все так несерьезно, конечно, выглядит, я думаю, даже для школьников. Потому что гравитация, это физический закон. Какие у мозга могут быть возможности? Это чисто материальная структура. Нервные клетки, между ними бегают нервные импульсы. Уж мозг физиологи изучили за 100 лет микроскопически. То есть до каждой отдельной клеточки. Можно ли оптимизировать каким-то быстрым способом? Таблетку выпил и оптимизировал мозг, теперь, значит, он оптимально работает. До некоторой степени это возможно, но речь идет о считанных процентах. Ну, скажем, человек не выспался, человек переутомился. Ну да, в этом смысле чашка кофе, и, пожалуйста, продуктивность возрастает. Но ничего нового не прибавляется. Просто то, что вы умели делать, теперь вы это показываете. А если вы утомились, вы даже не можете показать то, что вы умеете. Поверьте мне. Препарат активизировал новые области мозга. Она особенная. Насколько это широкой публике интересен этот фильм, и вообще полезны ли такие фильмы, или они только, так сказать, дискредитируют науку. Вот я считаю, что все подобного рода фильмы, они чрезвычайно полезны. Потому что люди присматриваются к идеям о том, как они могут использовать собственное тело, собственные органы, собственную жизнь. Можно ли сделать так, чтобы жить разумно, с большим количеством знаний, с большими умениями. Продолжение следует...